Новогодние утренники, веселые хороводы, волшебные персонажи, красавица-елка, сладкие подарки – все это сопровождает каждого ребенка с измольства. И чем радостнее наши дети, тем приятнее на душе у мам и пап. Ведь главное в любой семье – счастье малышей, к сожалению, не в каждой. Только в Ленинском районе 46 семей признаны находящимися в социально опасном положении. Именно к их сердцам ищут дорогу представителей профильных служб. А потому и акция носит такое доброе название – «Дорога к сердцу». К чьему сердцу эта дорожка? Это узкая и широкая дорожка к сердцу каждого маленького и повзрослее ребенка, у которого на самом деле испытание тяжелое с судьбой. Это те дети, кто находятся в сложной жизненной ситуации. И мы надеемся, что со временем эта сложная семейная ситуация просто будет исчерпана. И наши ребята заискрятся улыбками, счастливыми улыбками. Такими, как они видят любимую свою маму в любом состоянии. И когда они действительно видят Дедушку Мороза, прекрасные подарки. И где вы видели ребенка, который не верит в чудо? Верит в чудеса из Деда Мороза пятилетний Никита. Веселый мальчишка, гостей встречает радостно, с утра ждал прихода волшебника. Но, конечно, самое главное – подарки. А их было немало. Сладости, развивающие игры, разукрашки и канцелярские принадлежности. Спонсоры постарались. Подарки есть и для мамы, но есть и вопросы. Хорошо ли ты себя вела, девица? Хорошо ли ты себя в этом году на самом деле вела? Не подводила ли ты своего сынишку? Дедушка Мороз, мы подарочек можем вручить? Конечно. Передай, пожалуйста, от всех нас еще один подарок. Это от Санта-Брема. Спасибо. А продукты. А еще есть одни продукты. От Савушкина продукта и от самых людей, самых близких, кто любит эту семью и считает, что нужно ей помочь. Молодая мама Никиты, немного смущаясь от столь пристального внимания, нежно и трепетно сегодня обнимает сынишку. И есть надежда, что в этой маленькой семье будет отныне и мир, и согласие. Маленький хороший мальчик. Послушный. Он старается, старательный. Он очень умный. Пять лет ему. Лера, а как так получилось? С мужчинами не везет. И самый главный мужчина – это он. Да? Все получается? Да. Главное, больше никого к себе не подпускать. Все правильно. Что вы ожидаете на Новый год? Наверное, семейного счастья и благополучия. Да? Угу. Чтобы у нас все было хорошо. Все наладится и в семье первокласски Полины. Ласковая мама, замечательный карапуз, братишка, уютная квартира. Живи и радуйся. Не хватает чего? Женского счастья? Оно обязательно будет. Нужно немножко подождать. А любить так, как любит мама Полина, не будет никто и никогда. Моя мама самая хорошая и лучшая. Готовит разные вкусняшки. Заботится о мне и их покупает. Я загадала на Новый год сладкие подарочки. Уже получила много сладко-сладостей. Подарки детям, родителям, продуктовые наборы от спонсоров. А еще внимательное отношение к семье. Для сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних такие визиты. Лишний повод пообщаться, обсудить варианты решения проблем. Ведь праздник закончится, а насущные вопросы останутся. На территории Ленинского района проживает 46 семей, признанных находящихся в социально опасном положении. Что случилось с этим? В основном это родители, которые злоупотребляют спиртными напитками. С родителями проводится профилактическая работа. И в связи с тем, что проходят новогодние праздники, с нами принимают участие милиционер Дед Мороз и Снегурочка из управления образования, которые во время нашей профилактической работы с родителями вручают сладкие призы детям и создают им праздничное настроение. Вы, поверьте, исправляются. При помощи всех нас, но только тогда, когда они начинают верить в себя. И когда они принимают решение. Жёсткое, чёткое, серьёзное. Выбор. Между ребёнком и между той страстью и, наверное, нехорошими поступками, которые они порой совершают в своей жизни и не верят, что эти поступки приводят к неприятностям и несчастьям у их семьи и детей. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.